Вот так ярко с огоньком начался торжественный вечер. Зал полон зрителей в ожидании. Кого же будут награждать в этом году грамотами и благодарственными письмами? Список приличный, больше 20 полевчан. Это работники различных сфер деятельности, от муниципальных служащих до представителей религиозных конфессий. Сегодня это особенный торжественный день, потому что мы не только полевчан благодарим за труд, мы благодарим еще и тех людей, которые участвуют в жизни города. У нас сегодня почетный гражданин награждения Михаил Дмитриевич Дрягин, поэтому сегодня очень волнительно и радостно. А вот и сам новоиспеченный почетный гражданин Полевского. На первый взгляд Михаил Дрягин обычный учитель физкультуры. Но его стремление сделать нашу молодежь спортивнее, выносливее и здоровее не осталось незамеченным. Кандидатуру Михаила Дмитриевича выдвинулась в школу номер 16. В управлении образованием ее сразу утвердили. Сотни подписей была собрана в его поддержку. Это значит награда заслуженная. Конечно, это очень большая такая награда. Я вот сам еще не понимаю, наверное, как это все. Конечно, это очень большое спасибо всем, конечно, жителям нашего города, с учениками, с выпускниками. Это все, что именно сами видели, конечно, оценили. Это очень оценка высокая жителей. Невооруженным глазом видно, как за последний год преображаются городские улицы, реализуются новые проекты по благоустройству. Полевской постепенно начинает оживать. К нам любят приезжать туристы. Гости из других стран часто посещают наш город с дружественными визитами. Белорусы и чехи стали уже родными для Полевского. Вот и сегодня всеми знакомый житель Клатовы Франтиш-Экстернат приехал на праздник. И тут его ждал сюрприз. Сограждается Франтиш-Экстернат, председатель общества чешско-российской дружбы города Павратима Клатовой Чешской Республики. Для каждого сидящего в зале Полевской является малой родиной, местом, где живет душа. Но бывают случаи, когда для приезжих он становится знаковым городом. Полевской – это родной для меня город. Именно здесь я познакомился со своей женой. И тогда узнал о городе Полевском, как городе-заводе, как городе-мастеров. Очень рад, что я познакомился с людьми, отзывчивыми, которые живут здесь. И рад поздравить вас с Днем Города. Процветание вашему городу, любви, дома, уюта, чтобы такая погода была как можно чаще. Те вложения, которые Свердловская область делала к трехфутлитию города, были как можно дольше, больше и чаще. Константин Сергеевич, над этим работаем вместе. Праздник, как для города! Несмотря на солидный возраст, у Полевского еще все впереди. Будут традиции, новое свершение. И, конечно же, вот так дружно под песни и танцы Полевской отпразднуют еще не один свой день рождения. Ольга Демьянец, Константин Миронов, Новости 11 канала.